Вот эти кусты орешника можно даже назвать пенсионерами. Плантация была заложена в 1954 году. С тех пор здесь ежегодно собирают до 60 тонн ореха. Правда, в этом году урожая, может быть, меньше. Повлияли апрельские морозы. В горах доходило до минус 10. Но вот на качестве фундука это никак не отразилось. Орех у нас черкесский. Чем привилегает? Хоть его сегодня, в этом году, можно сказать, он редкий, мало, но он зато крупный. И он полноценный. То есть сам по себе орех полноценный. Это говорит о его хорошем качестве. А вообще 60-летние кусты всегда хорошо плодоносят. Обычно орешник живет до 120 лет, плодоносит более 80. И 9 лет подряд под палящим солнцем собирают фундук студенты. Но не сочинские. Этим летом приехали ребята из Томска. Каждое лето для нас это некая такая радость, маленькая жизнь. Приезжать сюда, собирать фундук, чай, пропалывать это все. И жить радостью и весельем. Сейчас работает 25 человек. 15 уже уехали домой. Довольные и счастливые. 31 июля новая смена, новый заезд. Многие приезжают именно в это хозяйство не первый раз. Работают с 6 утра до 12, затем дневной сон, море и вечерние гуляния. Говорят, не успеем лечь, уже подъем. Но в этом тоже своя романтика. Пока молоды, сил много, признаются студенты. Агроном – лучший помощник. Подсказывает, как нужно собирать орехи, чтобы не повредить растению. Сейчас идет зависть следующего года. Поэтому аккуратно, срываем только плоды. Конечно, здесь погода совсем иная, чем в Сибири. Но опыт ягодников и грибников помогает. Удается в день каждому собрать от 15 до 50 килограммов фундука. Кто-то норму собирает, кто-то нет. Девушки у нас более успешные пока что, чем парни. Но тоже надеемся, что все впереди. Все будет хорошо. В Солохоульский фундук покупают кондитерские компании. Чаще краснодарские, но уходят орехи в Москву и Питер. И, может быть, в Томск, куда ребята унесут не только массу положительных эмоций, но и плоды своего труда. Елена Апсет, с нами Михаил Дубин, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубин. Продолжение следует...